командарина против пайки раз то о чем извлечали вас ранее и я пиках тоже это же не то он ребята начнем сразу давайте с этого и также буря все выбрано было за кт обе команды для себя пикнули карта итак смотрим возможны первые контакты также на бы есть просмотр на цк закинули смоки там было близко до дел так не дошло говорится как говорится так и говорит действительно тут не поспорить но что карта металл довольно медленная карта последнее время особенно для атаки очень с вами наблюдаем но будет ли этот затяжной раунд сейчас посмотрим есть минус погибает пенка политик прилетел прокладывать как разменялся но ненадолго от сквизи прилетел фраг в ответ проход под а флэн причем довольно уверенно и погибает но тут просто всех под одну гребенку срезали в районе авто даже не было попыток ставить фугас и это первый раунд сейчас для атаки пока что это 10 не сказать то что затяжной вышли на длину немного пошугали опорников на стеллажах винных вышли центральное кафе откинули каишки зашли индивидуально все просто справились надо повторять надо повторять на нашивку а кем там он не уходил с дистанции с линии огня лучше так даже назвать на и погиб но джессисом тоже смог накалить в принципе так патчер был убит слоем на центральном капотах держится в принципе уверенную вверх минус под джессису выдает и забирает родного соперника 333 но перестрелки продолжают и в принципе лишь только они покажут является как стратежным элементом в этой ситуации раундах и вот открыв для себя позиции какие-то они все равно не проходили я именно веду речь о командире давали на снарки но туда они не бежали не продолжали стреляться там на цик а в сторону по это тоже был выход но и в этих выходах они везде проиграли перестрелки и пока что это 11 в общем плане то пока что еще не ясно что будет происходить опять же просто стрелялись и все а он до притирки как мы их с тобой называем пытаются команды понять что да как происходит сейчас на карте но и атака вроде как нашли для себя стиль но с другой стороны не знаю вот сразу же обожглись выйти не удалось будут и продолжать мне кажется прямолинейные действия с их стороны сейчас были бы более очевидным решением поскольку они первый раунд разыграли именно в более агрессивном каком-то стиле они сыграли прямолинейно под один конкретный бомб сайт не пытались пайковать ничего и сейчас они опять пытаются выйти через длину им это удается от клача проникает минус и поразменивается судьи либо пытается держать еще поход на бтр ему это также удается и забудил в его исполнении джимон на размене от эви пачка и клач принимает решение отойти назад 29 процентов здоровья два соперника единственное что у него нету информации сейчас по эви который находится в центральном кафе но он уже потихоньку идет на перемещение семерки у эви также нету инфы о том что клач уходил там как-то под т-спаун или еще что-то в этом роде и он сейчас как раз таки покидает позицию кофе где вполне мог бы зачекать проход клача от господи от вина b до плента непосредственно но вроде как готовится подрезать кт спавна клачер как раз таки проходит на зонты но появи у него не он попытался скинуть урон и не получилось клачер сразу же проходит под позиции b плента бомба будет установлена это понимаю конечно для выбивания уже нету он знает что соперник в центральном кафе немного замешкался запутался в ящиках получил за это дело урон но закрывает липу и сейчас инфа по эви есть а вот этот подрыв бочки для эви был совершенно не нужен мало того что он создал очень много смока под которым вполне мог бы отойти клачер но клачер этого не сделал так я не знаю здесь сначала один ошибается второй этаж и не пользуется бомба не что-то в этом роде есть но с другой стороны но тем оправдание взорвал то почку чтобы с узкой его не убили но позиция особенно даже открылась клачер мог этим пользоваться то есть было видно то что клачер поначалу пытался сыграть на минус центрального кафе чтобы дальше играть на таймер окей я согласен то что подрыв бочки для эви это отдельный зон чтобы его не отстрелили свина но и для самого же плачера это возможность зайти под ту же семерку дабы попробовать поиграть более выгодный позиционка на семерке у тебя плюс минус есть вероятность того чтобы ты заставил соперника пойти в те же двери и на какой-то более узкой дистанции но здесь ты сидишь просто вине по пункта в опенфилде у тебя прятаться некуда у тебя нету хп не знаю выбор позиционкой как по мне был не самый лучший но это уже отдельная история там кстати можно было я бы добавил да если патчер разыгрывал бы через бочку мог даже через маки пытаться открываться при слабо на голову и сторону прохода поставил там файлой но позволяет когда у тебя на прицеле противник там его никнейм загорается и просто бы сразу же среагировал и в результате прохода по узкой он бы убил своего соперника а тот бы даже не заметил возможно звучит просто как вариант хорошо пока мы обсуждали раунд прошел и в пользу команды арены он пришел 22 на счету сейчас начинается все опять же того же самого пикают на одной позиции на второй на третий уже пошел выход фракаста в сторону а пункта минус поле нет дали на кассе всем там его забрать уже не удается сейчас по крайней мере на этот момент слай разбивает окна следует разбить потому что конечно могут залетать сквизи минус появи а вот хороший момент сейчас и в сторону по сайда можно построить свой вектор при три ситуации да и второй он забегает сюда это отлично сейчас для них но как долго продержится с первой вообще тут держаться я не знаю просто и он открывается точно агрессивно дал минус это хорошо но сам погибает и два в два джейсис прыгает слай пытается попасть все-таки нашел его голову и дал минус джмонг веснуется еще пока что на бете заход винку не факт что это слышали хотя вот сейчас пошел топот ребята вот через контрол окажа вас слышно особо скрываться тут уже не нужно даже было джимонку открытие на соперника и ну фраг залетает поддержку забирают преимущество на один раунд так долго продержит начала миссии сообщает нам диктор и атака опять же делится как минимум на два фланга выход под upland через длину выход центрального кафе и один это закрывающий джимон который мониторит сейчас аркаду семерки но неужели они действительно сейчас хотят попробовать сыграть под upland в этом в принципе нету сейчас абсолютно ничего зазорного ребята уже не раз себя показывали в районе upland а может быть смогут проявить еще раз но вот ответ уже прилетает entry kill есть минус от липы это минус два игрока через длину выйти уже страшно джейсис пытается вроде как открыться но все никак не удается а против тем то который играет в основном где-то из-за стеллажей винных на пикселях с карапином бороться прямо не то что супер сложно хотя нет сложно и неприятно в первую очередь неприятно потому что его тяжело выцепить и у карабина на я так понимаю чем-то на дефолтных перках карабина снижение отдачи сейчас работает и фемта просто эти пикселя расшивает в считанные секунды пока там с утом поймешь чего кого куда зачем почему пока твала эти тем более настроить ты уже сразу же вылетаешь на отметку 0 по хп но и сейчас джимонка открывается под беттер есть информация под бойки есть информация по твоим игрокам в вине апланта но здесь уже хотя есть вариант конечно попробовать помансовать время есть но его не так много так что в теории либо они сейчас находят какие-то размены и определяется с бомбсайдом либо это уже обречен на провал но потерять манга и того как остается клачер двумя процентами здоровья против четверых давай на правду и никнейм клачер подходит под беттер но здесь особо не разгуляешься слушай как нравится как ведут себя файверс вот они максимально дисциплинированы они 4 в 1 и никто не лезет они все сидят это хорошо да и видишь до последнего не пикал центрально кафе но все-таки сделал выпад и нашел своего родового соперника вкусного пирожочка который приносит четвертый раунд отлично 24 сейчас в обороне хорошо себя чувствует файверс . против отзбера ты на фаст под семерку на его нету ну как на фаст на фас нужно бросать с респа насколько я помню ну просто подвык хорошо дело а фаст раундов наверно даже и не заходит потому что но нет никак не пытается что ли игроки арена залететь они вроде бы подальку вот первых раундах мы что-то видели пытались а вот в это еще нет с ck так тоже особо работа была не проведена они кстати могут потому что сейчас плитом отыграть пытаться зайти в сторону бета и цико играть на помощь там один из торн альфа отходит наверно больше по бате джессис очень рискует сейчас и он погибает спер включать про каста проблема в атаке попытки зайти на бета ослабняется я думал и выбросает но нет крития пошло на приемке 1 работой фраг кем-то помогает тоже не вся атака повалилась минус от клачера был но сейчас опять это ценная инфана лучше в такой момент но он раскидывает двоих клачера может быть сейчас получится может быть может быть но хп позволяют ситуация 1 в 2 максимально играбельно и клачер уходит сейчас под семерку только здесь проблема он с одной стороны попадает в ловушку на зонтах эви фемта на широкой и сейчас но если он выключает первым делом тем то то в теории он может побораться против эви поскольку он точно знает где он находится он обязан его слышать ну и клачер забегает под вино бэп лента но решил точнее по наделки его как биздесят и пригнулся я не знаю почему он именно просто лицом в пол бежал но это 52 там без какого либо сопротивления надежда была но она испарилась теперь смена сторон и три раунда надо забирать уже будучи в атаке команде five first но они себе очень хорошую такую платформу организовали в ходе первой половины три раунда преимущества более чем предостаточно так что сейчас самое главное просто эти три раунда не проморгать не отдать на каких-то тестах не не отдать на ошибках но посмотрим я пока вас было ребят кемпу нет он так поработают тоже принципе неплохо посмотрим да тут гадать можно по всякому но ты говорил за тесты не знаю как вариант можно попробовать восстановить опять же вновь напоминаю некоторых стратежках на металле ученик который мне наверно по душе может приходится первый раунд восстановиться к да кто ждет ну да мало кто наверно залетая правильно можно себе ну не гарантировать но приблизить свои шансы взять потому что оборона пока в первом опять же тоже щупает пытается понять как вы держите противник я не стопроцентно не буду держать там втроем ck посмотрим сверху это точно не fast дай бог уйти на двух минутах я почему-то думаю что это будет очень затяжным раундом невероятно затяжны потому что поначалу как раз таки наблюдая то что ребята стоят от респа играют сми предположить что мы еще минуту так точно будем смотреть за тем как пытаться будут ребята находить для себя места открытия точек но и вы уже играть на агрессивной позиции вроде бы как на пол рубля готов вот щупать соперника прям очень близко насколько это возможно но вот опять же не расторопно отыгрывать ребята и эвина шоу для себя момент чтобы пощупать клачера который стал в противоре также с дуалами и не найдем точнее не потеряв даже лучше сказать так кп или отступает но теперь сделав при группе я группировал перегруппироваться если говорить по-русски можно вывалиться в пальце а еще один минус даже нашли а еще один сквиз забрали форкаст как алена на центральном кафе он тиммейт с беты перемещается в сторону цк открытие пошло в соло прокас погибает и вин очередной фраг для него тоже пришла на все таки добили джесса раунд забирать для себя и атака идет пока что идеально но давай так дабы не сглазит ребята так идеально это было громко сказано всего лишь один раунд отыграли но как минимум это уже 62 для них это очень хорошее начало и если посмотреть на статистику обороны команды арены это же джессис только один фраг сделал далее команда сразу же потерялась в предыдущем раунде может быть в этом найдут себя у них есть еще право на ошибку но только одно если еще один раз заступается они могут рассчитывать только на серию овертаймов нет подожди я хотел сказать серию овертаймов но нет здесь овертаймов нету друзья поэтому здесь даже рассчитывать на овертайм невозможно если будет те же самые там ну условные 66 то мы с вами выходим вот так вот что попытки детства на себя ребят плачер танцует на бете его угомонили бочки кстати нет уже вроде нет нет нужно смоки бросать они есть про кассати в упоре он пока что не замечен но запутался кнопочка не ударился лбом а фонарный нет это не столб это просто афана установлена это очень низко повесили не знаю тут кого-нибудь по маленьким мальчик может противо легко не побит но как-то вот так вот когда без играть до себя команда файферс и тим два ребят смотрим на карте часто ходите бегать ладно друзья немного на посмеялись всегда это нотка веселья нам нужна с вами но и будем продолжать уже как минимум на ничью на карте металл нарвались пайперцы еще один раунд победу за ними формальным раундом но здесь минус на эви эви с хаешки подрывает своего же обидчика и атака продолжает играть довольно медленным стилем играют в ожидании пока что пика того же центрального кафе но здесь пока что все тихо два игрока на приеме они прекрасным огнем будут закрывать выход с четверки атака принимает решение уйти под семь и вот сейчас они будут готовить хаешки из этих а я будут заходить твой хаешки я так понимаю на зонты первое пойдет но здесь уже в противовес хаешки полетели под семерку но однако я под зонты упала окей два игрока остались на семей два игрока сразу же отрезались под четверку и под длину но выхода нету а зачем тогда вопрос было непонятно еще одна хаешку а это она перелетает хаешки двойку не будет слайк выходит на беттер есть монг 30 процентов 12 может погибает есть информация по сквизи он нашел один минус но все-таки погиб от рук липы бомба будет установлено и возможно пороге победы по эфирс на первой карте так джейсис горит стояночка сбера пощупал забрал его сейчас дымать двойки открывать и пошло верну альфы на и на размене смогли разогратики тринфа пофинку появилось времени немного кем-то но сейчас кажется должен забирать этот раунд ходить нужно 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 убегает сейчас убежал ну все вот клачер а вот разводки причем кстати дефолтные вроде бы показываешь то что ты бы ну побежишь за оппонента но ты вообще за малом дело оставалось 82 и у меня кстати предложение к игрокам наверно я нашел кажется ну попробовать можно просто на ходу пришло в голову так где дайте цк посмотреть хаешки которые забрасывают вот в одном из раундов и закидывал сюда одну она где-то 10 взрывалась и 2 и сюда закидал почему бы кстати не попробовать ни разу не видел чтобы вот сюда встал ставите ребята под кофейную шляпку вот это и оружием только сюда поворачивайте чтобы она не светилась вот-вот вы стоите вот так вот и оружие здесь понятное дело вас просто убьют и на реакции слушать пройдет хаешка сразу же откройтесь на стрейфен это дело про реакцию больше но как вариант стоять саевого можно то есть чтобы не тратить полчаса пока вам за эту кассу залетит вот пока вы так сидите хаешка вы сразу отсюда поворачивайтесь и вот стрелять на стрейфе не знаю попробуйте если вдруг поможет скажите я буду крайне рад если это кому-то реально пригодится ну а пока это next round в котором 33 ситуация кален игроки атаки по подказать и на боту которую никто не смотрит они там с цк просматривать же сис но он вообще на полрубля вроде посмотрел вроде бы нет сейчас проход липа кстати без смоков и 7 пока у него было которые быстро забрали сбер на стрейфе хороший минус пашка в сторону широкой чтобы закрыться неприятные аркады возможно и пойдет постановка перед 22 убивание бомба была установлена бомба была установлена на спер в ожидании своего соперника в районе широкой но нет даже не близко выход будет через семьи через цк хотел сказать кал уже погибает от беру даблкил и тимой мою то мог бы и не трогать да хорошо спасибо большое я тут зачем вообще стою кем-то сидел сидел себе спокойно весь раунд просидел девятый раунд друзья для команды five fears но и метал очень хорошего исполнение вот как-то вот так или наступать так внимание на ежку неприятную действует остается после нее ну и вроде бы как пытались просто ворваться там же и на боте был игрок который тоже против на полрубля залетал мог врубаться но это просто как хотел в этом раунде потеряли сейчас слайд 10 кп опять же уэви начать непростой раунд кем-то каешка полетела опять же вот под кассу и вы спокойно вот паркаст как раз таки делать ай какой молодец приятно приятно хочется даже без моего посыла он встает так просто очень быстро меняйте позиции готова сразу принимать можно конечно вообще доиграть мужика на тех самых знаменитых предметах остальных нервах да именно вот просто стоите в открытую зачем закрываться или а что ты тут такое разговариваешь вот просто встал с домами и все как бы зачем она вот прятать хорошо опять ситуация попытка прорваться в были по сбер ай-яй-яй ой-яй-яй больно больно от липы прилетает пачка и липа пробирается сейчас на б-плэн сбер идет следом но бомба пока что не ставится джимонка недолго думая принимает решение опять же зайти через семерку сквизит центральное кафе только не торопится ставить фугас липа может быть сможет еще выцепить циканного по цикане эту информация вот у сбера стычка на семерке и информация раунд ай-яй-яй просто 25 раскидали файферс молодцы 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 но мы с тобой видели уже примерно в предыдущем матче что знаешь одна карта это вообще не имеет никакого показателя сейчас мы переходим с тобой к буре в пустыне и как раз таки на буре в пустыне расставим все точки над ее смогут ли здесь файферс подтвердить свое так скажем претендентство на чемпионство смогут ли они более уверенно разыграть сейчас атаку буре в пустыне потом уже дожать оборону других вариантов у него не будет у них не будет но давайте смотреть на файферс и сейчас как команда которая пытается взаимодействовать друг с другом и команда которая имеет в наличии неплохих исполнителей они смотрятся неплохо но опять же это первый матч который мы наблюдаем сейчас уже в рамках сезона команды файферс против арены и еще не знаю как файферсы будут чувствовать себя в том же командном взаимодействии эмоциональном состоянии против условно тех же атрибуцев или же против команды the north remembers будет тяжело безусловно нарзы кстати на последних двух до двух крупных и винтов арены это летняя потасовка это предыдущий сезон на нарзы доказывают свое превосходство над соперником и пока что они считаются несменными претендентами на лидерство но кто знает что будет кто знает посмотрим как будем идти дальше но сейчас не будем забегать настолько вперед просто я сейчас отметил команду файферс как довольно неплохих ребят которые взаимодействуют друг с другом и хорошо держатся в индивидуальном исполнении но это в контрасте против команды арена не знаю что будет против тех же мастодонтов турнира но пока что ребята смотрятся очень даже симпатично и я надеюсь то что усложненный соперник ни в коем случае не повлияет на их взаимодействия между друг другом и тем более на индивидуальное исполнение так пока мы кстати можем подвести подвести итоги поставкам первая карта отъехала до 10 2 забавно писал с одной стороны уже мой модератор а я сделал счет 10 2 на 5 но он пишет еще пока у вас задержка ребята это что если я даже сделал great screen я поставил вот а что если они сейчас выигрывают у меня просто был чат забанен но и написал ставку ребята понимаете и финал вот они ну да с забаненным чатом сложновато ставку поставить просто делал такое для себя можно большую молодец угадал утешительный приз так но слушай здесь нету ставки 10 2 на скриншоте здесь есть 10 2 в пользу арены кстати написал о том что да кстати написал 10 2 на арену но выиграли то игроки файферс поэтому эта ставка не засчитывается а там было 10 2 парнишка пишет что именно на файферса вставил да да ну кот в чай кот в чай получается кот в чай а прохладненький чай какой-нибудь комментатор который умирает кот в чай я кстати что ты понимал вчера я вспомнил да с одним человеком разговаривали в общем суть в чем было он говорит ну вот тому файгейма видос выходит каких-то обновах недавно была презентация игры вот за это суть была от юбисофта и должны были освещать и вот говорили за студию что ли я говорю а я помню мы там сидели просто помнишь ту жарешку и вот я рассказывал как обычно вообще но эти приколы ходят все в принципе знают что в принципе комментаторы как сидят сверху там рубашечка пиджачочек там не знаю галстучек снизу шорта да и я просто вспомнил как мы сидели там педали включали вот это чтобы свет включить выключить но слушаем это еще с тобой знаешь те воськи мы когда с тобой сидели в студии тогда у нас как раз таки было все в полном комплекте у нас были именно костюмы мы не сидели в шортах мы сидели именно в костюмах почему сейчас мы может быть чуть больше адаптированы именно к этой жаре потому что тогда была душка в студии настолько дикой что вот серьезно даже пиджак намокал от жары было невозможно а ты сидишь еще тебе в уши говорят так камера на вас 3 2 1 ты такой быстрее быстрее давай а ты еще включаешь как раз таки эти лампы которые стоят перед тобой от них жар идет просто неимовернейший ты сидишь так господи выключите камеру пожалуйста вот так что да с жаришкой мы вроде как привыкли к этой жаре но после отсутствия долгой практики в этом пекле все равно на мозг начинает немного плавится но ладно друзья как у вас погоды как у вас дела вообще как проходит лето ваше чем вы занимаетесь если у нас те кто вышли на каникулы или работяги давайте рассказывайте как у вас там дела можете нам пожаловаться что происходит мы вас выслушаем вот но кто гуляет веселиться на рассказывать еще с погодой как водичка кто на море кто где кто куда пишите такая водичка у меня у меня в душе нормально водичка в душе нормально ну да нет слушай вот если сейчас вообще отойти полностью от нашей темы point blank а то я вот не так давно на прошлой неделе буквально в среду как раз таки когда отсутствовал мне пришлось по довольно трагическим причинам покинуть город но я в тот момент находился как раз таки за пределами города в деревне господи какой же это вот просто кайф я будут ни за что не возвращался в город если бы там был интернет ты эту жару не чувствуешь тебе без разницы потому что у тебя просто стоит бассейн и тебе вот все равно те жарко ты занырнул попалькался минут 15 вылез можешь даже не вытираться в этой жаре дальше работаешь спокойно опять жарко стало обратно за нырнул и все ну там дата принципе как только залег туда на водичку вышел и ты обсох моментально принципе да да именно так но когда возвращаешься в город здесь приходится купаться в ванной главное не нырять вот и так душиловка еще жестче камень разогревается асфальт разогревается у тебя прямо отовсюду идет жар но у меня сегодня было 38 в тенечке майка а я еще в магазин сегодня вылездах я герой это выру ну да я старался где-то тенечками обходить но серьезно у меня одну для меня для моего региона для моего города это аномальная жара просто я привык то что у меня дожди летом я в куртке хожу или еще что-то вот этот 38 в теньке я так спасибо наберете ребята расскажите потом понимал и вы ребята не знаю я так как днем сплю я телефон на там как бы мне подсказывают 33 градуса я конечно на себя направил вентиляторы издалека чтобы не продула конечно но ребята ты дошел ска серьезно лето вроде последние пару лет так такого не было но сейчас в принципе ну это жестко но это с одной стороны вроде бы хорошо потому что ну все таки лет так и должно быть по идее можно поскорее закончится с летом все понятно перематываете но норму за ребятами вкусные кажется очень спелые я полагаю урожайчик урожайчик то будет хорошенький на это надежда что вот жара ты ну значит так нужно себя постоянно просто морально настраивать на что-то это то же самое как копать картошку ребят никто не любит но лучше представлять это как вы будете то есть вот ожирает и такая вот тема чтобы опа такой ягоды будут кор я просто вспомнил что где-то литров 5 малины домой сегодня приволокли сидит дразнит людей да не но давай начнем с то что ты дразнишь нас потому что мы здесь с тобой коменте а ребята спокойно могут достать дело пойти покушать приятного аппетита вам друзья если вы сейчас приятного просмотра до приятного просмотра у нас куда-то запропастился пятый игрок я надеюсь то что он вернется 4 в 5 я тут вижу клатчер пишет он так написал что около 4 vs 5 а потом ок заходят на минутах будто файфирс его их уговаривали найдите пожалуйста 5 меня пострел в конфликт что если что все тихо там никто ничего не мощнее они просто ждали но теперь у сами ребята без указки также еще и судьи начинают но не знаю проблеме своего пятого игрока команды арены и самый неподходящий момент потому что сейчас должно быть время камбэка ниже на обороне песчанки должны были душить ну не знаю в 4 не так-то просто она будет но попытается конечно же приложить максимум усилий чтобы забрать для себя как можно больше раундов чтобы тиммейт пришел и сказал красавчик так а файфирс не торопятся и это очень хорошо опять же ввиду того что ходишки могут разлетаться очень по-разному не знаю куда угодно и под ноги в том числе тоже кладчер разыгрывая на характере попытался дать минусы но отступил в свое время с джейси заманить сейчас общаться как лучше закрыться все определись вроде бы мы смотрим за 5 с как они лучше будут убивать они вчетвером сюда бы сейчас поешь до 4 бы слопать хорошо забрасывать джессис как раз таки свои ой 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 там очень много подпитать джессис просто 1 2 также понимает выход на клиента нашли пошел пачка также залетела патроны заканчиваются вверх на линии огня с своим противником 48 хп остается джессис просто не знаю убийца это проходящий и во многом он сейчас стал заслугой взятия этого раунда который забирает команда арена 1 0 но молодцы вчетвером вроде как держатся но опять же действительно очень хорошо пропёрся джессис нет гарантии то что он пропрется в следующем же раунде но с другой стороны скорее небольшая проблема для команды fight first мол почувствовали добычу 54 давай педаль файл педаль полетели все нормально но не тут то было не тут то было выход на длину опять же будет попытка сопротивления от джессиса вновь на подхвате клатчер минус есть аспера заход на перестрелку клатчер откидывает зонящую хаешку под лонг информация должна была джессиса появится то что это опять же массовый выход через длину под бэк лент укрепление бэк лента сейчас потребуется поезд очень неплохая прилетела на ее заявили будет ли смещение сапланта сейчас или вообще перемещение под а плент они вроде как уверенно таки а в сайт но можно было бы попробовать и выкануть здесь есть два минуса три минута то прекрасно или находит фраг и 2 в 2 ситуация на карте слай очень битый эви отсиживается ждет какого-то перемещения с б-плента но так стоп перепутал слай сидит отсиживается ждет б-плента или пытается зайти куда плент но попытки как показывает практика тщет на 11 процентов из остается сквизи есть информация до его задавили здесь вдвоем но кстати тоже как альтернатива даже если вдвоем родовые сыграть ва-банк и попытаться разыграть вместе особенно два дуала есть информация что плачер играет через мид но при этом кстати бомбы никак не ставится слай вполне мог бы сыграть роль и удержу я а бомба закрытой но это плачера минус закрывает слоя 1 на и ве с один процентами здоровья но здесь ему придется отыгрывать непосредственно от плента не впуская соперника в плент плачер плачер справляется отлично ну плач он 1 2 разыграл и второй раунд для команды добыл как же они катают в четвером бомба деактивирована но здесь опять же заслуга индивидуалки от ребят не иначе тут клачер джессис которые эти раунды в принципе очень сильно тащили решающий момент конечно да у проказа тоже есть три минуса тоже я простых за счетов не сбрасываю ситуация в которых нужно было ребята включают это самое главное плачер минус 1 сам же погибает слай продавил его точку и теперь есть открытие нужно итогово решить для себя куда ворваться можно пытаться альфу понятное дело не в большинстве и это может им во многом помочь по эфирс нужно лишь только наверное решиться затягивать тайминг для себя пытаться пикать в соло это может привести к проблемам потому что пик нет один проиграет пик нет второй проиграет это в теории конечно все может быть по-другому на практике это просто опять же определенный риск процент на который вот делится выход ребят так втроем мог зайти через арку вот в чем говорю один в один была перестрелка сквизи и выигрывает проказ был на обороне вместе с сквизи который кстати забрали один час из слышно да слышно точно есть инфам полетела хаешка очень во время успевает среагировать леви и остался жив а если счет ну да не уже речь идет один раунд который смогли себя забрать это очень хорошо но было близко ребята выходит возможно пятый пришел быть может быть но стоит отметить то что даже ожидание пятого игрока они действительно отыграли очень неплохо согласен с тобой то что здесь очень хорошие индивидуальные составляющие со стороны команды арена молодцы ребята но здесь так я там смотрю фемта ругается на своих тиммейтов в командном чате но скорее это тактическая пауза как раз таки на пользу точнее эта пауза в целом будет на пользу именно команде five first им определенно есть что обсудить да вроде как еще не критический счет но с другой стороны зачем до этого критического счета дотягивать правильно правильно так что сейчас посидят поговорят подумают что делают не так как лучше будет сработать далее ну и мне кажется атаку они должны будут реализовать для себя но те же на 2-3 раунда должны забирать и видно то что сейчас фемта ну я просто сужу по одной фразе в чате я не знаю так ли это на самом деле если ребята будете смотреть триплей то вам привет можете меня поправить там там все сейчас пытается отыгрывать роли именно ингейм лидера какого-то в команде мол ребята стали восянить он такой таки чё делать начали алюа и вроде как сразу же зашевелились ребята может быть он как раз таки колит во время матча рассказывает ребятам кто что делает куда идет но не знаю это мои догадки сугубо так что мне кажется five first и сейчас именно в том настрое чтобы играть командой чтобы душить командой до что-то не получилось но они довольно быстро работают над своими ошибками и должны эти ошибки будут пофиксить так что посмотрим но я ставлю первую половину что два три раунда заберут точно а как там дальше пойдет уже посмотрим посмотрим возвращается пятый игрок сейчас у арены и в этом подает надежды лично там как раз участики вижу спрашивал вага машин одет джуман и в эту секунду он заходит просто по задержке конечно у вас еще другое происходит в основе шире 4 но я из будущего вещаю говорю тебе их 5 красава илюха вот это читаешь да маги ладно посмотрим как сейчас пикером будет играть они могут себе позволить знаешь даже агрессивно наверно сыграть откроется с позиции и вот вроде бы сквизи может сейчас оформить замечать слоя пошел на шриф забрасывать еще хаяшки и отступает все открыто я закончил или же нет плачер просто пикает сейчас тачки очень сильно рискует потому что ему никто не смотрит вот этот ребята угол там и был первый этаж все эти дела но вроде бы понимает клачер боится да но продолжает отыгрывать агрессивно и очень рискован снова и снова никто очень а ну вот теперь ему да ему смотрел тиммейт джессис окей а я что полетела в сторону тачки там бегать спокойно отошли они даже в упор так сильно не подходили чтобы рисковать взрывом их самих на этой хаях так неспешно подготавливая атаку пайперси находит open и открывать плачера сам теряет очень много хп ему сейчас нужно отыграть по идее только лишь на размер на какие-то сквизи забирать время слоя хае привела его к смерти и пошла вроде бы как раскидка там фен то готовит в сторону сквизи хаят сейчас нужно под нее пикнуть вот она прилетела сквизи немножко здоровья но он уже отступил и наш его сторону кишки забрал соперника теперь два человека осталось берки фенка этого было 10 по поны его закрыли сбера также был закрыт раунд который забирает команду команда арена выводит их все дальше и дальше но арену до с приходом 5 игрока они продолжают плохие раунды для себя и атака действительно валится но я думаю то что они могут сыграть сейчас более медленные раунды они довольно агрессивно выступают сейчас сразу же в район меда пытаются пикать стежки пытаются принимать игру через лонг или поджимать тут же игру через лонг но давайте смотреть сейчас в попытке перевернуть раунд от команды five first есть информация что был поджим на лонг и сейчас по-хорошему вычекать спину но и по отворачивается от выхода слонга и заходит сейчас на микс ракула дэви дабыл от липы трипл от липы отлично а слышно должен должен был слышать клатчера который смещался слонга но думает эта игра просто в спину расстреливают наешь он сделал только что минус три он там на разворотах стрелял в одну вторую третью сторону down theory да и не в тюрьме на практике точно слышал то есть ему игра дала возможность там топа допустим был но среагировать очень сложно вообще невероятно сложно но в любом случае на из строя это 4 он сейчас для арена не очень близки к тому чтобы забрать пятерку и быть более чем довольны но дадут ли эту пятерку им five first скоро узнаем но пока опять же нерасторопный выход куда дальше можно опять же пощупать сквизи который второй этаж периодически пикает там вроде бы может агрессивно разыгрывать и вот подобным образом открывается и хаешка фемта с машины может помочь опять же отыгрывает вместе озвучить как раз вот эти моменты ем и веду к тому мысль что они могут разыграть кишку понимаю что это закрыто темп с тачки по е пошла и вдвоем с кишки дуал там плюс карабинчик или 2 2 но как оно будет кажется то что я говорю ну хотя тут время то просто они не так торопятся поэтому все может быть просто смотрю на звено которая сейчас под кишкой и не очень не помешала хаешка ответа так но просто тем то свои дела с маками занимается раскидывает вот 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 сейчас полетит но ребята уже открыли сейчас согнали здесь позиции это конечно вообще просто никуда помогут вот как-то вот так вот а сквизи мало того что ушел ты каи пересталки против кишки он спустился ухудрил соперника в упоре фуркас просто сжимая лакуэнги раз минус 3 упражнения закончили 5-1 на табло но молодцы молодцы арена опять смотри второй матч подряд первая карта комом вторая карта 5-1 просто я не знаю как это проводят наши игроки но арена в любом случае свою оборону на карте буря в пустыне оправдали от и до и даже не спустили на тормозах когда были вчетвером очень хорошо себя чувствовали если конечно к тому бы моменту пятый игрок все-таки не присоединился к игре может быть и больше раундов забрали фай фирсона я все-таки верил у них до последнего то что с их стороны пройдет атака более уверенная но нет нет еще раз нет были задатки были близки к тому чтобы брать раунды но в считанные секунды опять же обрубались все концы и справиться было просто невозможно переходим ко второй половине теперь арене придется доказать что я атака с их стороны будет максимально профитные максимально жесткой им надо забрать два раунда звучит как-то вроде а с другой стороны придется попотеть я все же до последнего настаиваю на том что фай фирсы не должны в легкую отдавать эту карту но опять же мои ожидания мои проблемы как говорил один известный футболист но сейчас это смещение через длину и выход будет под б-плэн то это закрытая страны фай фирс они не пытаются вообще никак принимать своего соперника был откинут смог проход на песок проход на зеленые ищи сюда же прилетело несколько осколочных этих аежки не помогли слай получил урон 69 процентов здоровья есть информация по и визу гибает конечно от тем то есть минус размену ее аппарат находишь как тем то со слоем идут крушить ломать больно 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 клачер один против троих сидит себе спокойно в кафе до пацаны я вас понял ну давайте попробуем опять же клатч 1 в 3 сложно будет но возможно нет невозможно говорит липа не в мою смену спасибо большое пожалуйста маленькая и это трава забрали файферс ну вот так вот очень решает поддержки опять же есть плотные раскидки стороны бы сайты даже при закрытии можно ее открывать но есть некий наработки у арены вы бы этими делами заниматься продуктивно вот что-то летит в сторону это plant это через верх вроде бы должны летать посмотрим да 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 прямо плент очень хорошо кстати кто кто хотел я помню даже с людьми общался что есть такие х и но не знает куда вот вроде бы еще раз он пытался съесть джуман но там можно повторе гляну как откидывается плент так что вот ребята если что разрешение у меня разрешение то важная тема что при раскидке она имеет значение пенка наступим на одну из подобных а я слай помогает и рядом тоже есть прайки 25 ситуацию атаки большие проблемы не знают как открыть . этих а я вроде бы помогают но не так то просто нужно еще помимо этого всего раскидывать людей сквизи заниматься этим вопросом минус 2 оформлять проход в плент есть но ставить смысла нету как мне кажется потому что трое соперников это не так то просто ади еще потом защите эту бомбу потому что мы строим с трех позиций или там с двух они могут зайти и просто закрывать сквизи на изи вот так на связи на изи хорошо зачитал я у него рейпер на илье но мы с вами продолжаем заход на сквизи до его пытаются выбить с б плента у него есть инфа и по эве и по сберу на вряд ли есть информация по липе сейчас но это уже избыта так скажем она не столь для него важна но есть минус от сбера сквизи погибает после установки фугаться еще один раунд для команды эфирс и все-таки пытаются бороться как ни крути но надолго ли этой борьбы хватит то есть здесь у них по сути есть только одно право на ошибку мисси здорово не дано не данном с этим вижу три моменты в счете которые нужно повторить а именно что best of 2 ребята идет игра в этой групповой статьи так точно поэтому не теряйтесь будем смотреть на просто эти карты не будет а тогда непонятно же писал я знаю что это best of 2 игре 3 играющего будет наверно вообще за встречу когда вот так вот оборажался как-то а то немножко запутал даме перезрители да и я тоже подумал что говоришь за эту встречу что работают best of 3 хорошо но в любом случае просто напомнил мало ли кто не слышал в первом нас по сквизи опять же проблемы в команде арена тяжело справиться ну в данный момент как никогда это пауза бы сейчас очень сильно бы ребятам помогла у них с раскидками бету открывать не получается соответственно нужно поменять стратежку ну или как-то подход к этим раундам потому что не получается даже из-за того что ребятам порой летит там клачера красиво делал джейсис форка 100 что там помогал ребятам ну не получается нужно что-то попробовать иное но сейчас вдвоем против троих попытается открыть позиции наверно плантачи с джуман очень сильно может помочь темы тропнувшись с железа но такой уж наверно не произойдет сейчас помочь на тимм эту да и сам джуман погибает очередной раунд по эфирс забирают почти на равенстве со своим соперником 5 4 молодцы но вот теперь мой прогноз как раз таки сбывается то что я оставил по перцы так просто эту карту не отдадут придется потеть и также кстати ребята мы повторяемся для вновь прибывших у нас здесь не играют тоже обращайте на это внимание то есть счет может быть ничейным я приводил пример если 66 то все выходим на этом все заканчивается но и здесь чем-то выходит на перестрелку закрывает джуманга и опять же начало раунда для атаки максимально плачевная но флачер вроде как разменялся закрыл сфера сквизи пытается пройти через длину но бьет успешно файперс продолжает стоять довольно кучненько и аккуратно проход на кишку есть информация у липы липа погиб но эви довольно быстро разменивается заход будет через мид не сказать то что у эви лучшая позиция для приема этой точки но в любом случае очень многое будет зависеть от исполнителя слайд подтягивается на железо и в теории атака в лице команды арена могут уже засомневаться в том что надо играть конкретно под а плент но они слишком затянули волна атаки под а плент прошла и здесь уже было тут перемещение от обороны в любом случае и джессис заходит сейчас на б-плент прошел в люльку пытается чекнуть выход с боковой мне кажется он даже должен был слышать там фемта до стычка уже есть и теперь в обороны также появилась информация что атака потихоньку переместила свой вектор под б но это было неполноценно сквизи то заходит под а плент и у эви нету точной информации об этом от сквизи есть минус завладели бомб сайдом и можно ставить или же нет сквизи залез железо это наводит на мысли клатчера пошел качаться нет ну вот такие дела пошел на постановку сквизи просто смотрел железо чтобы если что закрыть игру на ящичке точнее на мешках если быть прям совсем точными ну что оттуда очень быстрый опыт можно сделать сейчас который сделал клатчер упал в сторону фемта слайк один он топал но пытался поработать к нему сквизи получил открытие на клачер и клачер делает красиво за своего соперника также пачки по голове забирая раунд берет его и 6 раундов в общем становится кори вот пробили сейчас оборону вот вроде бы глоточек свободного свежего прохладного воздуха если ребят ну хоть где-то прохладный ветерок ну и как-то нужно повторить наверно опять же с альфой наверняка у ребят тоже есть раскидка и что-то подобное что показывал фемтону должны наверно знать раз знают как в эту закрытую раскидывать и вместе пробивать позиции кишки и далее а плента ну или постоит закрыт конечно не долетает стена крыша сейчас они взорвались не пробить это особо не было вот джуман вроде бы сейчас будет отыгрывать этажи но атака в целом пойдет на бету вот хешкой ребят чекать опять же сторону планта плачер раскинул на планту танцует пемп то немножко пропирал счетных а это смог был но было очень опасно открытие далее перестрелка забирает 1 2 тоже который был боком для него и там клачер танцует нужна поддержка джуман к вальфи то он должен помогать тиммейтом у вас соперника видит перестрелка пошла с биртом с девайсом впутался то нож то оружие ну и соответственно вы понимаете к чему это приводит джуман пытается на голову отыграть забрать соперника но и опять же они просто по одному играют к сожалению под конец раунда такое происходит ну клачер пытался переместиться помочь тиммейтом не поспел 13 задумался клачера возможно сейчас идет толк вполне может быть вполне может быть есть что обсудить но опять же навряд ли команду арена здесь устраивает вариант на карте буря в пустыне им надо забирать эту карту и в целом получать ничью в матче хотя бы одну очку отсюда забирать но клачер проходит через мид но он здесь в капкан попадет тут как серьезно куда понимаю понимаю вот этот раз синхрон действиях кто что смотрит я вроде как смотрю мид окей я вроде услышал где-то его на песках а мид мне смотрят 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 как доски но ладно закрытая все тоже от пойти меняется и выход потихоньку от атаки на площади кафе ну а дальше посмотрим вообще не могут разыграть а плент попробовать но кишка плюс имеет самая дефолтная самая рабочая страта которую только можно было бы сейчас использовать ну давайте смогу давайте смотреть же с сторону вроде бы как альфа намерен там померял пикселя хотел разбросить хаешку но фен то не просто дает устоятельности . а ешь то прямо от сбера в ноги залетает хаешка массовая хорош я просто вижу как она летит не просто понимаешь что по таймингам да и по отскокам должна залетать красивый вот как же не знаю меня удовольствие когда бросаешь кто-то или я хаешку чтобы с минимальным отскоком это бог чем ребята бог чем джимон минус по сберу на что 25 разворот уже 1413 джимон надежда команды или ничья или вот как то вот так вот именно о чем мы с вами и говорили то что здесь может быть ничья так буря в пустыне 66 мало ли кто-нибудь нет такой ставки не было так что код опять отправляется к вам в чат обращаем ваше внимание то что когда у нас на 10 активации если успеваете то забираете для себя безусловно донат в инвентарь но мы на музыкальную паузу перед третьим матчем на сегодня а